Авиационно-космическая техника в нашей стране всегда была на самых передовых позициях. Если взять изделий, которые придумывает человечество, самым сложным сегодня является самолет и подводная лодка, большой крупный корабль. Поэтому я на всех салонах всегда участвую. В силу того, что мне пришлось заниматься по линии военно-технической комиссии, бывать на всех, я был в СССР на всех 15 авиационных заводах, мы производили полторы тысячи летательных аппаратов в год, всех видов и всех линеек. Каждый третий пассажир в мире летал на илых и тушь. Потом наступил период, когда перестали финансировать и стали, по сути дела, уничтожать эту ведущую отрасль, а за ней следовало и все остальное. Что такое современный самолет? Там великолепная система связи, классные материалы, уникальная электроника, чудное программирование и опыт, опыт тысяч специалистов во всех областях знания. Поэтому на таком салоне ты видишь, что мы имеем на сегодня, имеешь возможность встретиться со всеми руководителями, главными инженерами, специалистами, молодыми ребятами, которые вчера закончили московский авиационный или другие вузы, которые сегодня работают на передовой. Поэтому я сегодня прошел всю линейку не только гражданской и военной техники, встретился с ключевыми директорами, главными специалистами, руководителями. Для нас вопрос принципа. Или мы будем передовые в большой, огромной стране, или нас просто затолкают и разорвут на честь. С одной стороны, у меня есть внутреннее удовлетворение, что наша огромная работа, которой занималась фракция. У меня во фракции было три выдающих космонавта. Ерман Титов, второй космонавт, который занимался этими проблемами и все сделал, чтобы спасти их. Виталий Севастьянов, который ввел целые телевизионные программы, они ушли из жизни царствием небесным. И сейчас Светлана Савицкая, Эдвард и герой, космонавт, она не только сама занимается этими проблемами, продвигает новые проекты, но и преподает в авиационном институте. По крайней мере, то, что мы задумали и то, что спасли вместе с Масляковым, он возглавлял комитет по промышленности, в СССР, был председателем Госплана, сейчас не только живо, но и продолжает развиваться. Был перерыв почти 20 лет. Вот сейчас на линейку выходят новые изделия мирового уровня класса. В Иркутской области вместе с Сергеем Левченко мы максимально способствуем созданию нового самолета МС-21. Он заменит Ту-154 и будет самым массовым. Уже 170 заказов есть. Прекрасная машина, которая с Боингами и Рыбасами будет соперничать. И по целому ряду показателей выглядит перспективнее и лучше. Появился, наконец, новый маленький самолет, называется Байкал. На Ан-2 я в молодые годы летал в любой район своей родной Орловской области, по нашей огромной стране, их летало тысячи. Я в свое время проверял Костноярский край, пришел к первому секретарю Федерко и говорю, надо доложить вам перед активом. Он говорит, завтра будут все собраны. Я говорю, у вас край на 4 тысячи километров от Таймыра до Хакасии. Он говорит, у меня над краем летает 700 самолетов, более 80 аэродромов. Вот такой мощью обладала страна. И наутро все собрались. А последние годы малой авиации не стало. Некому даже предупредить, какой пожар полыхает от Якутии. Раньше с самолетов все видно, точку заметили немедленно, прилетели, погасили, и не было таких жутких и страшных пожаров. Сегодня я попробовал, как выглядит этот самолет, посидел в нем. У него очень большие, хорошие перспективы. Сделали новый истребитель. Он вообще-то пойдет хорошо, это пятого поколения. Там все собрали лучшее, но одновременно. Это будет машина, как конструктор, куда можно в зависимости от заказа насытить всем необходимым. И для оперативной обстановки у тебя рядом, и на неспокойной границе, и в локальном конфликте. Короче говоря, есть определенные подвижки. Но одновременно по-прежнему большое. Финансируется недостаточно. Малой авиации в стране нет. Мы дважды проводили слушание. Руководители говорят, что мы должны знать перспективу вперед. Без этого невозможно ли заказать. Отсюда и наполнение кадрами, и подготовка кадров в вузах, и научная подготовка, и технологическая. А в последнее время на все материалы, в том числе металл, резко полезны цены, и начинают сорваться контракты, рассыпаться связи и многое остальное. Поэтому из текущего салона сделал ряд выводов. Первое. Наша программа «10 шагов к власти трудящей и достойной жизни» она прежде всего начинается с новой индустриализации и высоких технологий. Абсолютно актуальна и уверен, что в этом комплексе работают сотни тысяч человек. Они активно нас поддерживают. Я сегодня представлял наши идеи, с удовольствием отвлекались, вели разговоры, говорили, благодарим вас за поддержку авиационного комплекса, благодарим за то, что вы всегда возвышаете голос в нашу сторону. Молодые специалисты подошли говорить, готовы двигать свою технику, рабочих мест не хватает. Давайте решать эти проблемы. Наш закон образования для всех и программа, которая вложена в эти 10 шагов, тоже исключительно актуальна. И с точки зрения регионального размещения этих объектов исключительно важно, чтобы авиация охватывала все районы. Хабаровский завод в хорошем, вернее, Комсомольский на море, в хорошем состоянии, но рядом инфраструктура города погибает, молодежь уезжает, перспективы развития других нет. Надо развивать город комплексно. И наша программа комплексного развития городов, сельского хозяйства и поддержки сегодня тоже актуальна. Так что из этого осмотра я сделал принципиальные выводы. Программа, которую мы готовили, исключительно актуальна. Наша команда, которая идет на выборы, заслуженно выдвинула их на первый план. И уверен, мы получим поддержку среди тех, кто занимается высокими технологиями, авиацией, космосом, потому что они прекрасно понимают, что в великую советскую эпоху мы были самые передовые. А сейчас пытаемся догнать и наверстать то, что вчера было у нас в лучшем мире. Тот же Аэрбас производил два самолета в день. А мы производили вообще очень много. На Казанском заводе, на одном, мы изготавливали 150 самолетов Ту-160 и ИЛ-62. Это суперклассные машины. А последние годы забуксовали, материалов мало, заказов нет, денег у людей нет, билеты дорогие. И все стало проседать. Малая авиация охватывала всю страну, а сегодня ее практически нет, возрождаем заново. Надо прежде всего знать, какой рынок, а у нас внутренний рынок отдали иностранцу. Отвоевывать назад рынок, задача очень сложная, требует политической воли и очень большой настойчивости. Для того, чтобы реализовать свои программы, надо иметь другой бюджет. У нас бюджет все свои интересы, и социальные, и промышленные на третьем плане. Просто мало поддерживают. Олигархи заинтересовано вывозить в основном сырье, эксплуатировать страну и отправлять деньги за бугвар. Надо менять систему. Нынешняя система не приспособлена к тому, чтобы мы быстро и эффективно развивали передовые отрасли. А систему, чтобы менять, надо прежде всего проснуть всем избирателям и понять, что в нашей стране без хорошего самолета, без малой авиации, без рабочего места, без приличной зарплаты, без нормальной пенсии развиваться нельзя, а страна продолжает 30 лет вымирать. Короче говоря, это абсолютно комплексная проблема. Мы хорошо знаем, сколько нам надо самолетов, машин и прочее. Но чтобы ты это приобретал, должны быть деньги. И в государственной казне, и у вас в кармане. Государственную казну варью олигархи опустошает, а в кармане 8 лет подряд нищают доходы, а цены прут на все во свете. Короче говоря, полный тупик в связи с финансо-экономической политикой. Ее надо немедленно менять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова